Уж такая вода чистая. Этой водой будете только посуду мыть, а вот этой пользоваться будете. Столько мне наговорило. Представители компании по продаже фильтров для воды названивали несколько дней, рассказывает Капитолина Захаровна. Активно предлагали продукцию и даже бесплатно провели экспресс-экспертизу качества водопроводной воды при помощи специальных приборов. Он стоял там у окна, но он не показывал мне, как он проверял, как что. Рассказал, плохая-плохая. Всё, я согласилась. 82-летняя перемячка подписала договор с фирмой «Аквапроект» на 9200 рублей. Таких денег у женщины не оказалось. Ей разрешили оплатить в рассрочку. Первый платёж составил 4000. Но пенсионерка уже жалеет о содеянном. «Как подумала, что я пенсию получу и сразу отдам 5000. Столько надо лекарств покупать вчера. Пошла, да кто купила другое, купила батюшки». Через некоторое время родственники сообщили Капитолине Захаровне, что она, по всей видимости, переплатила. В интернет-магазинах продают точно такие же фильтры по цене, раза в два ниже. И таких случаев только в индустриальном районе десятки. Схема одна. Распространители ходят по квартирам. Настойчиво предлагают проверить качество воды. А после – и приобрести систему фильтрации. Доверчивые, малограмотные и пожилые люди, как правило, соглашаются. Мы связались с руководством компании по продаже фильтров и получили следующий ответ. «Если что-то не устраивает, да, именно качество воды или ещё что-либо, то есть вы можете написать заявление об отказе и причину. По какой причине вы отказываетесь? Заявление передаётся в суд и будет насматриваться в судебном порядке». В свою очередь мы обратились в Роспотребнадзор. Нам сообщили, что качество водопроводной воды регулярно проверяется не кустарным способом, а в лабораторных условиях. И всем санитарным нормам живительная влага соответствует. А населению специалисты советуют не торопиться покупать предлагаемую продукцию. Всегда лучше взять паузу, рассказать о своих намерениях родственникам. Они помогут навести справки и взвесить все «за» и «против». Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.